Иисус посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всех приветствую на своем канальчике, всех, кто впервые попал на мой канал, всех, кто давно меня смотрит, всех моих братьев и сестры во Христе. Всем желаю возрастать по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст, по его образу и его учению, оставленном нам в Евангелии. Вы знаете, хотел, не знаю, порадоваться, что ли, и чтобы вы тоже разделили со мной эту радость. Сейчас смотрю, сколько блогеров появляется вне конфессиональных, вне системных, и причем именно рожденных свыше. И я вот, знаете, я прям слушаю их, и для меня это новозаветные пророки, реальные пророки духовного Израиля. Ведь христианство, по сути, духовный Израиль, так его называют. И в чем была суть пророков-то в Ветхом Завете? Они ничего не учили, хотя у них есть наставление, все они там порой очень правильно говорили, именно как Господь говорил, что не в том там посты, не в том служении Богу, чтобы вы там, эти ваши субботы, Господь через пророков живел, они мне омерзительны. Я ненавижу ваши субботы, я ненавижу ваши жертвы, я не пью кровь ни козлов, ни кельцов, ни овнов. И вот это, конечно, поразительно было. И вот сейчас все вот эти внесистемники, это просто поражает, насколько дух пророческий в них. Я не имел до пророков, знаешь, каких-то там предсказывающих, нет. А как они именно приводят ко Христу, как они проповедуют Христа, как они проповедуют его учения. Они к себе людей не притягивают, не ищут славы, не ищут корысти. И действительно чистым сердцем видно, что дух в них горит, дух Божий, который, которым и они от любви желают, чтобы люди пришли ко Христу. Чтобы люди стали жить, как Христос. Чтобы люди вникали в учение Иисуса Христа и, глядя на его образ, его жизнь, оставленную в Евангелии, ей уподоблялись. И это поражает, это просто поражает. Я говорю, я прям слушаю, знаете, особенно что-то в последнее время, ну прям пророк. Прям пророки, это прекрасно. Надо просто понять, наконец, если ты находишься в системе, все конфессии от начала века, от самого прям вознесения Христа, это лжецерковь. Где все придумывают свои учения, претендуют на истину, что вот так надо понимать Евангелие или вот так, это ложь. Это ложь. Каждый человек, которому была проповедана благая весть о Царстве Божьем, о Боге любви, о том, что Он любит тебя, и только приди и всем чистым сердцем возложи на этот жертвенник все свои грехи. И скажи, Господи, я действительно был негодяем, я никого не любил, я всех ненавидел, я был полной дыркой. Вот тебе, Господи, мой сердце, очисти его. И человек познает, познает в крещении любовь Божьей. Он доверился Богу, пошел, да, все тряслось, думал, сейчас Бог меня накажет и за каждое дело воздаст мне в семеро. Нет, Бог все тебя прощает, Бог омывает, Бог ничего с тебя не спрашивает. Более того, тот, кто искренне это делает, тот, кто обещает Богу, что я буду теперь таким, как ты, если ты дашь мне твой дух, твою святость, твое божество внутрь сердца моего, я постараюсь это бережно хранить, ценить и по своей жизни судить и не угощать никогда, и ценить то, что ты ему даешь. Никак Адам не оценил тот дар, который был дан ему Богу в символном акте или в настоящем, как угодно, смотрите, на свое дыхание жизни, древо жизни, которое внутри каждого человека. И это действительно так. И человек, только познавший это, что Бог не вне его, а внутри, в умном человеческом сердце, которое управляет своими чувствами и желаниями, и любит всех вокруг, и радуется, и мирствует, и долготерпит, и кротствует, и милосердствует, и уповает это сердце, настоящее сердце Христа, настоящий ум Христов. Вот только такой человек по-настоящему ждет второго пришествия Христа. Только этот человек с радостью ждет своего разрешения, когда Господь восхитит и когда душа полетит к Богу. Только этот человек ждет воскресения в жизни, не в смерти, воскресения облагодетельствования, а не воскресения осуждения. Только этот человек настоящий христианин. Христианин тот, кто идет за Христом. За Христом. Он не идет за учениками Иисуса Христа, он идет за Христом. По его образу, учению, которое передали его ученики, которые в себе являли и передавали таким жаждущим, алчащим истины, счастья, радости и благости. И вот я всем искренне вам желаю, мои братья и сестры, может быть, ты еще думаешь, что Бог где-то снаружи тебя имеет. Бог только внутри тебя. Бог пришел не проботить. Бог пришел даровать свободу каждому, каждому алчущему и жаждущему усыновления, удочерению. Каждому алчущему и жаждущему истины, свободы, благости, радости, мира, обожению, как хотите. Все эти слова обозначают одно и то же. И только едя за Христом, только уподобляясь Ему, ты можешь стать таким, как Он. Он для этого и пришел. Не едя за Христом, ты пренебрегаешь жертвой Христовой, ты пренебрегаешь Его воплощением, Его хождением, служением на земле, Его жертвой, Его воскресением, Его вознесением. Он для того сюда и пришел, чтобы дать тебе это. Это та драгоценная жемчужина, которую ты должен беречь, которую ты должен хранить в себе и приумножать. Если ты не делаешь, если ты не живешь по учению Иисуса Христа, и ты не становишься, не пытаешься быть таким, как Он, по Его образу, оставленном в Евангелии, то ты выкинул это. Ты закопал этот талант, ты закопал эту жемчужину в песок. И это очень печально. Так что радуйся, радуйся, смотря на таких пророков в интернете. Это здорово, что эти люди хоть как-то алчат и жаждут спасения, спасения людских душ. Бог очищает каждого человека, только пожелавшего этого. И это здорово. Это счастье и радость человека. Это начинается свобода. Если ты живешь в страхе, где страх, там нет любви. Если ты боишься людей, боишься их учений, боишься вещественных начал мира, что ты там что-то не сделал. Если ты считаешь, что Бог живет вне тебя, что Бог живет в каких-то зданиях, что Бог превратился в хлеб и вино, а не вознесся на небо в новом теле, ты пострадаешь. Ты обманешься. И когда Господь восхитит тебя, ничего не будет. В тот день, в который Господь будет идти на землю, дело каждого обнаружится. И тот огонь, пожирающий, исходящий из его уст, будет обнаруживать дело каждого. И когда эта плоть твоя будет сгорать, если ты будешь в это время живым, во время его второго пришествия, то та солома, которая тебе внутри, то же самое сгорит с этим телом. А если у тебя там внутри дом духовный, из золота, серебра и драгоценных камней, то он очистится и заблестает во всю славу. И этот дом, это древо жизни, это внутренний человек, плоды его, эти свойства духа, эта многогранность духа, это любовь, проявляемая в добрых словах и добрых делах. Это радость, проявляемая в улыбке и благожелательстве. Это мир, проявляемый в спокойствии и умиротворении, и нераздражении ко всем людям на земле. Это долготерпение, а не невоздержность. Это воздержание, а не вечная похоть на все и на вся. Это кротость, а не тщеславие и неуныние от того, что тебя не похвалили и не погладили по головке. И прочие, прочие прекрасные вещи, прекрасные свойства святого, совершенного человека по образу его Творца. Так что, мой искренний друг, брат и сестра, я желаю всем вам проснуться, всем вам прозреть, всем вам одеться, все эти символичные библейские образы, греховности, ноготы и нищеты, и обогатиться Духом Святым, одеться в белой одежде святости и праведности, напитаться Духом Святым, им упиться и жить, жить свято, чисто, радостно и в мире, и передавать эту закваску, и заквашивать этой закваской мир, закваской евангельской, и светить людям чистым учением Иисуса Христа. Чистым. Вы знаете, мы живем в прекрасное блаженное время, время невероятной благости, невероятного счастья и света, евангельского учения. Каждому доступна Евангелие, каждому. Роль проповедников, ничего больше, кроме как людей, убеждать следовать за Христом, за его жизнью и учением. Сейчас она доступна абсолютно каждому. Раньше книга была целая проблема, надо было заучивать проповеднику цитаты и целые куски из Евангелия. Сейчас это не нужно. Сейчас у каждого у тебя есть Евангелие, и если ты его не изучаешь, если ты не следуешь и не пытаешься подражать Христу в его жизни, не изучаешь ее слова, не слышишь их и не исполняешь того, чего он тебе говорит, ты пренебрегаешь той благостью, тем драгоценным сокровищем, которые Христос и принес для тебя. Для этого он сошел со своего небесного престола. Именно для этого, по своей любви, но конкретно для тебя. Если ты лицемеришь, если ты поступаешь по заповедям человеческим, ты выкидываешь и попираешь эту Божью благость. И роль проповедников очень проста. Призывать людей, призывать, не потерять это счастье, не пренебречь им, а идти за ним. И она доступна каждому. Доступна. У каждого есть книжка. Время блаженное. Блаженное. Время невероятной свободы. Время невероятной доступности, невероятной образованности людей. Евангелие доступно каждому. Она ничего не стоит. Более того, оно есть в интернете, бесплатно, на любом портале. И в печатном тексте, и в аудио, и в фильмах, как угодно. И ты, человек, дашь Богу двойной отчет за то, что ты не жил и не следовал его учению. Все, как Господь сказал, слышащие, но не исполняющие, подобно безумным людям, построившим дом свой на песке. И когда придет день, тот последний, дело этих людей разрушится. А как Павел говорил, то сгорит все, ибо дом внутри тебя из соломы, дерева и сена. Из дерева, сена и солома. А это сгорит вместе, так же, как сгорит и вот этот кожаный храм. И только тот, у кого дело будет на камне, как Господь сказал, или будет из золота, серебра и драгоценных камней, вот это дело станет еще более. Это те таланты, которые Господь тебе насыпет еще в два раза больше. И это прекрасно. Прекрасное блаженное время. Каждое учение любого проповедника может сравнить с учением Иисуса Христа, с учением Господа и Бога нашего, и Творца, специально пришедшего на землю. Время счастья, время благости и время истины. Истины, которая доступна каждому. Время удивительное. Время, которого не было в истории христианства. Доступности, доступности истины, знания ее, которая не сокровенна, а доступна всем. Доступна в простых, маленьких книжечках под названием Евангелиями от Матфея Благой Вести, Благой Вести, как ее написал Марк, Благой Вести, как писал ее Лука или апостол Иоанн. Посланиями апостолов тех 12, одних из тех 12, из 12 апостолов, которые показали нам, что мы не новым учением учим, а они все сокровенно, своими словами возвращали нас в Евангелие. И вот проповедники должны тоже уподабливаться и помнить апостолов, их послания, изучать и цитировать только для того, чтобы точно так же возвращать людей к Иисусу Христу. Так что, если ты еще в конфессии, если ты поклоняешься Богу ни внутри сердца твоего, ни в духе, святом и истине, если в тебе не зреют плоды, и эти плоды не видны по твоим делам, ты не в духе, ты будешь поражен, и в тебе ничего не будет. В тебе будет солома, деревяшки и сено, и это все сгорит, ибо Бог есть, Бог дух любви, огонь поедающий, и всю эту срамоту, наготу и греховность твою он истребит. Так что, опомнись, человек, опомнись и пойди за Христом, напитайся, этот прилипни к этому источнику жизни даром, данного каждому человеку. Вот такая вот моя радость, такая вот радость благодатного времени, времени истины, истины, когда всем она доступна, и это счастье. Задумайтесь, кто не идет за Христом, кто не идет за Христом, тот идет в погибель, ибо невозможно служить Богу и мамоне, можно служить только Иисусу Христу, и это служение показано нам в Евангелии, как это делал Иисус Христос. Вот так вот. Но такие вот мои мысли. Я всем желаю вам, мои родные, любимые, познать Христа, принять Его в свое сердце и в этом Духе Святом вникать в свое сердце и вникать, и сравнивать с тем учением, которое до нас дошло. Человеку больше ничего не нужно. Если ты живешь чем-то другим, ты не живешь Христом. Ты его не знал, не знаешь и не познаешь, если не опомнишься, не образумишься. И не начнешь жить иной жизнью. Ну, кому понравился ролик, ставим лайк. Делитесь этим роликом со своими друзьями. Распространяйте чистоту Евангелия, чтобы все, все вокруг знали, все вокруг смогли опомниться. И чем больше было пойманных в Царство Небесное Иисус Христа, тем все мы будем радостнее, блаженнее и счастливее. Подписывайтесь на мои каналы, все мои контакты для связи у вас на экране. Я всем всегда рад. Добавляйтесь в друзья, стучитесь в личку, давайте знакомиться, общаться, ибо все мы должны быть едины, ибо все мы его члены, все мы церковь. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok